Так, ребятушки, вот Deolanos, собственно говоря, вот, ребятушки, Deolanos, вот фары, вот в середине здесь тоже стоит стопарь, а ну нажимай, и он не горит, сильнее и слабее, побросаю, так по-разному понажимай, в общем, видите, он не откликается никак, там только если как-то подергать, он откликается, сейчас будем разбираться, сначала посмотрим предохранители. Так, ребятушки, для начала, для начала смотрим предохранители, предохранитель находится здесь, открываем здесь такую штучку, да, и вот, можно здесь посмотреть, собственно, какой это предохранитель, но это, чтобы вам было понятно, это четвертый предохранитель, 3, вот, 4, на 15 ампер, вот этот вот сверху, сейчас мы его вытащим, и, собственно говоря, посмотрим, рабочий он, не рабочий. Так, ребятки, предохранитель вытащил я, и как мы видим, он полностью целый, полностью рабочий, в исправном состоянии, все с ним чики-бомбони. Так, следовательно, с этим предохранителем мы разобрались, вот еще раз, как посчитать, раз, два, три, и вот он четвертый. С ним все в порядке, закрываем крышечку, сюда мы лезть больше с вами не будем, нам тут нечего делать. Значит, это не по этой причине. То есть, вот так вот крышечку вставили, раз, туда, защелкнули, все чики-бомбоны. Все четенько, видите, как вроде тут никто и не лазил. Следующий этап, куда нам нужно обратить внимание, ребят, это на вот эту вот жабку, вот на нее. И в ней, скорее всего, вся проблема. Нам нужно отщелкнуть вот этот штекер черный, снять, и потом снять саму жабку, и посмотреть, в чем же там, блин, проблема. Давайте приступим к этому всему. И вот педаль, собственно, тормоза, вот она находится здесь у нас. Погнали. Ребятушки, как оказывается снять эту жабку? Это вообще, блин, хохма, это проще простого. Я видео останавливал, думал, будет тяжело. Смотрите. Вот берете ее, повернули, она на месте, повернули, и все, она снимается. То есть, тупо вот так, раз, раз, и вот здесь фиксатор в пропилах, и все, и вытягивается жабка. Теперь снимаем вот этот вот, собственно, кронштейник. Вот отсюда, ну, поснимаю так. Подержи. Теперь вот так берем, видите, тут два уха такие. Одно ухо приподняли, второе ухо, в общем, надо как-то синхронно, что ли. Синхронное плавание. Лучше, наверное, отверточкой сейчас вам покажу, потому что сюда отвертка есть. Там, где отвертка с магазина все по 3 рубля. Вот. Вот таким макаром стояло. Я думаю, тут по-другому не поставите, видите, потому что здесь вот такой течек стоит. Все, давайте разбираться, в чем проблема, собственно. Так, ребятушки, вкратце, как проверить, собственно говоря, саму цепь, да. То есть, вот я сделал вот такую вот перемычечку, просто кусок проволоки, да, медной. Заизолировал изоленты, потому что даже просто куска не было нормального, чтобы заизолированный был. И сейчас я вам покажу, собственно, светится или не светится стопарь, да. А жабка вот снятая лежит вот здесь. Сейчас, ребзя. И вот, собственно, вид с улицы. Стопарь засветился, что здесь, что, собственно, здесь все светится, по центру, с этой стороны все работает. Следовательно, проблема в жабке. Так, ребятушки, вот наша жабка, да, вот так вот она нажимается. Вот ее все инициалы. Кто не будет заморачиваться, просто купит эту жабку. Здесь у нас ДЭО номер 62-1-20-27. Вот такой номер. Вот так она выглядит, два медных контакта. Ну, я буду чинить, что я парень непростой. Так, вот, собственно, раз, два, три, четыре защелки. Берем и пытаемся их отщелкнуть. Вот эти вот четыре защелки. Ну, либо же с этой стороны можно попробовать поддеть. Вот так вот расшатать. Вот раз, либо одна. И вторую. И так по кругу. Так, ребятушки, ну, вот здесь вот, короче, не обошлось, собственно, без травм лягушки. Немного натреснуло, но я честный, я показываю. Я поддевал отсюда, потому что оно, блин, настолько тут дубовое, честно говоря, ребятки. Вот, короче, снимаем. И что мы с вами видим? Вот здесь вот такие контакты, да, которые засранные, просто постертые. И надо разобраться, как оно замыкает. Может, просто нужно какую-то из этих пластинок разогнуть. Так, вот оно у нас было. Смотрим конструкции. Стопорное кольцо бывает вот здесь, ребята, вылетает стопорное колечко, вот это. Вот, если видно, вот стоит оно. И вот вид с этой стороны. Вот оно разгибается, вылетает, тогда оно летает здесь, как попало. А у меня, видите, просто вот поподгорали контакты, потому что я работаю в такси и очень часто по городу, по пробкам нажимаю. А, да тут вообще уже тупо медь стерлась, ребят. Вот, видите, тут у меня вообще, вон, постиралось уже металла, как такового здесь нет, где именно контактит. И такая же ерунда вот с этой стороны. Сейчас мы позачищаем хотя бы отверткой все это дело. С этой стороны, это убираю в сторону, на сидушку рядом. И с этой стороны, вот. Здесь, собственно, контактит. Я все позачищаю. Желательно, ребят, наждачкой это все дело зачищать. Но я, хоть и делаю дома, но всегда почему-то я делаю, как в полевых условиях, понимаете. Вон, можно бумажки кусок взять. Можно куском бумажки зачистить. Можно взять вот такие вот у меня есть плоскогубцы. И вот этой вот частью рифленой. Вон, позачищал все это дело от заусеных. Так, вот. Все, мусор убрал, мусор зачистил. Теперь, что мы с вами делаем? Вот это, вот этого бляхозавра, который здесь стоял. Видите, здесь есть, неправильно не поставите, здесь есть упорчики, вот. Вы поставили, все, оно зафиксировалось. Никуда оно от вас не денется. Вы, получается, надо разогнуть. Не согнуть, а разогнуть. Разгибаем чуть-чуть. Разогнули. Теперь берем вот эту пружинку, достаем. Я так понимаю, что она подсела. Растягиваем капельку пружинку. Это сильно не надо так. Метров 10-20 делаем мы. Ну, это шутка, естественно, сарказно, ребят. Вот, чуть-чуть растянули. Там посадочное тоже место. Работают профессионалы. Вернее, профессионалы. Кто смотрел сериальчик, пёс, тот меня поймет, в чем прикол. Так, сюда мы одеваем. Видите, что сильно я перегнул. Ну, нифига страшного. Теперь вот так вот. Главное, чтобы пружинкой вы поджимали, чтобы оно все на своих местах сидело. И когда будете опускать, то есть, видите, я согнул через чусь сильно, чтобы немного... О! Ну, это же сами понимаете, ребят, что ремонт такой себе. Потому что пластина вот эта, она просто подсела уже из-за того, что она поднагревалась где-то и так далее. и так далее, и металл подсел. Я вам как технолог говорю. То, что вы разогнули, это недолго музыка играла. Может, там чуть-чуть поездите, но еще пол жизни добавится этой штукенции. И вот, как мы видим, одна сторона у нас, ребят, меньше разогнута другой. То есть, эту наоборот мы сюда... Вот так, всё. Теперь выяснили, вставили. Фиксируем. И защёлкиваем. Раз! Чпок! Всё! Шикардос! Всё на месте. Так, ребятушки, и как проверить, собственно говоря, работу? Понятно, что туда можно вставить всё это дело. Это всё шикарно. Сейчас, кстати, перемычку вытащу. А то у меня всё время там горел листопори. Вот. И вот, смотрите, элементарно. Я начинаю здесь нажимать, видите? И всё, работать стало туже. До этого работало не так. Всё. Я думаю, контакт там есть. Вот это то, что тут разломалось немного, оно уже стало всё на место. Я даже ничего не буду изолировать. Она настолько стоит туго. Притом, она упирается вот здесь. Я не думаю, что оно, блин, где-то там развалится. Ну, можно, ради, как говорится, прикола, вот здесь изолентой мотнуть по кругу. Ну, во-первых, это машина. Я не думаю, что что-то там даст изолента. Можно хомутик поставить по кругу, если его этот сломали, да? Ну, опять же. Я думаю, что всё будет работать чики-бомбони. Так, ребятушки, теперь мы должны жабку поставить нашу на место. Вот. Она ставится только в одном положении. Вот так вы её поставите. То есть, эта Т-образная штука вам даст. Если наоборот, вы просто не поставите её. Вот. Поставили. И мы можем с вами, собственно говоря, проверить как. То есть, отпущенное у нас должно светиться всё там. Когда нажимаем, тухнуть. Вот. И сейчас у нас, получается, отпущено. Сейчас пойдём с вами посмотрим на улице, светится, не светится. Вот таким логическим способом, ребятушки, всё мы починили. Видите, всё светится на улице. Осталось нам жабку поставить с вами на место. Ну, а вам, конечно же, подписаться на каналчик. Вот. Так вот, ребятушки, установил я её на место. Как вы помните, в начале видео там просто вставили, провернули чуть-чуть. Буквально там, ну, вот так вот. И всё. И теперь я покажу, как работать, не работать с улицы. Давайте ещё раз глянем. Вот, как бы сейчас не светится. Нажал, светится. Отпускай. Нажимай. Отпускай. Нажимай. Вот, собственно, и здесь та же самая история. Отпускай, нажимай. Видите, всё мигает, всё работает. Всё, ребятушки, добра-бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. И смотрите мои другие видео. Пока-пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова